Вчера во дворце международных форумов Узбекистан прошли праздничные торжества, посвященные 27-летию государственной независимости нашей страны. В церемонии принял участие президент республики Узбекистан Шавкат Мерзиоев. Он поздравил весь наш народ с этой знаменательной датой. В своем выступлении глава государства отметил, что сегодня во всех сферах жизни страны происходят большие перемены. Шла речь о многом. Ни одно направление руководитель страны не оставил без внимания. Комплексное развитие регионов, благоустройство сел и махалей, повышение уровня и качества жизни, образования, здравоохранение, в целом благополучие людей. Инвестиции, инновации, повышение имиджа страны, безопасность и межнациональное согласие. Искренняя речь главы государства проникла в сердца наших соотечественников, оставив тем самым теплые и добрые чувства. Меня очень воодушевило выступление нашего президента. Сидя в первом ряду, слушая его речь, я даже немного прослезился. Это были слезы радости. Я был растроган, ведь в каждом своем обращении он говорил «мой народ». Как известно, в преддверии празднования 27-й годовщины независимости нашей страны было помиловано более 260 граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы, которые чистосердечно раскаялись в садейном и твердо встали на путь исправления. Какую же радость это решение понесло их семьям? Более 260 семей обрели большое счастье. Все это вселяет в нас силы, служит хорошим стимулом к дальнейшей работе, будущим свершениям. Я долгое время работал на руководящих должностях, более 25 лет, но за все это время я никогда не видел подобных масштабных позитивных изменений, проделанных за такой короткий срок. Мы вместе со всем народом чувствуем себя единой командой, которая активно участвует во всех происходящих преобразованиях. При этом президент не раз отмечал, что это еще не все, что нужно и дальше заслуживать доверие народа. За прошедшие полтора-два года произошли небывалые позитивные перемены в жизни узбекистанцев. Создаются новые рабочие места, решаются вопросы занятости, открываются новые предприятия, промышленные объекты. Вот недавно в Шарабадском районе Сархандаринской области был образован новый цементный завод. Наряду с этим успешно решаются накопившиеся проблемы социально уязвимых слоев населения. Они обеспечиваются жильем. Видя все это, на глазах наворачиваются слезы счастья, потому что раньше такого не было. И в будущем нас еще ждут большие дела. Мы будем и дальше усердно работать, чтобы наше государство заняло свое место среди самых развитых стран мира. Для меня большая честь быть удостоенным высокой награды. Я сделаю все возможное, чтобы оправдать оказанное мне высокое доверие. Речь президента меня очень взволновала и вдохновила. Я рада всем тем возможностям, которые создаются в Узбекистане для женщин. В свою очередь обещаю приложить все усилия, знания, опыт для дальнейшего укрепления института семьи. Посмотрите, как меняется облик наших городов и сел. Все это результат реализации программ «Благоустроенное село» и «Благоустроенное махаля», в осуществлении которых участвует каждый из нас. Я почти 15 лет работаю в сходе граждан, но такие масштабные позитивные перемены вижу впервые. И они будут еще весомее, если каждый из нас приложит все свои силы. Выступление президента произвело на меня большое впечатление. Вообще, если проанализировать то, что сегодня происходит в Узбекистане, станет понятно, что государство учитывает интересы каждого, отдельно взятого человека. Посмотрите, какая серьезная помощь оказывается сегодня населению, которое в ней нуждается. Я в своей жизни впервые вижу, что людям выдают доступные дома. Где, в какой стране такое еще есть? И отрадно то, что такая политика с течением времени только набирает обороты. Слушая нашего президента, я испытала чувство гордости от того, что причастна к сегодняшней эпохе Ренессанса Узбекистана. С праздником! Выступление Шавката Мирамоновича по случаю 27-й годовщины независимости было невероятно сильным и искренним. Слушала с большим удовольствием. А радоваться действительно много чему. Воплощается в жизнь серьезная программа. Жизнь вокруг стала меняться к лучшему. Завязать хотя бы простые примеры. Дорога, ведущая к моему дому, 20 лет была в разбитом состоянии. Вот недавно положили новый асфальт. Кроме того, привели в порядок нашу многоэтажку. Как приятно теперь заходить в родную Махалю. Поздравительное выступление президента было содержательным. Все, что в нем было сказано, это по делу. Жизнь наша действительно меняется к лучшему. Слушать Шавката Мирзиёева было приятно. Президент ведет очень правильную политику. Особенно в отношении молодых людей. Для подрастающего поколения сейчас создается множество условий для самореализации. Этот праздник независимости я встретил с большой радостью. Потому что я вижу, как государство оказывает реальную помощь и заботу населению. За такой короткий период построено столько домов. И они доступны для всех. Это так здорово. Приятно видеть то, как обещания властей поддерживаются реальными, конкретными делами. Потому у меня лично появилось доверие к государству. Поздравительную речь президента слушал, не отрываясь от экрана телевизора. Я начала жить с энтузиазмом. Потому что вижу, как наша страна добивается успехов. Взять, к примеру, выступление наших спортсменов на азиатских играх. Сколько золотых медалей. А спорт – это один из индикаторов того, как развивается республика. Кстати, в своем выступлении Шавкат Мирзиёв затронул и тему спорта. Речь президента слушалась упоением. В своем праздничном выступлении президент охватил все сферы нашей жизни. Начиная от дошкольного образования и заканчивая внешней политикой страны. И положительные перемены очевидны. Причем это замечают не только узбекистанцы, но и гости нашей страны.